МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Пили средства для розжига. К чему привела экономия? Стоять стрелять буду. Какой приговор вынесли экс-полицейскому? И убил свою маму, где пытался спрятать труп буйный сын. На 10 лет в колонию строгого режима отправился житель Нижнеомского района Омской области Юрий Бородин. Следователи доказали, что 27-летний мужчина зарубил топором свою маму и сбросил ее труп в реку. Бородин сразу признал свою вину, но на суде вдруг изменил показания. Сказал, что признаться в убийстве его заставили. Подробности расскажут наши корреспонденты. Через 9 месяцев пропавшую без вести женщину нашли. Ее труп прибило к берегу Ами. Все это время вместе с оперативниками свою маму искал Юрий Бородин. Когда местные жители случайно обнаружили утопленницу, они не сразу поняли, что это человек. Все тело было обмотано металлической проволокой. Под ней шестеренки от большегрузов и фрагмент трубы. Уже позже эксперты посчитают. На трупе было более 30 килограммов железа. Подозреваемым номер один стал сын утопленницы Юрия. С мамой он частенько выпивал. А после, как это обычно бывает, выясняли отношения. Начала меня будить, предлагать выпить. Я начал отказываться. Она начала меня материть всякими. Национальную броню выражаться. Ну там, козел там, пи***ц. Там, может, тебя друг и пи***ц. В ответ на оскорбление Юрий схватил топор. Один удар в голову матери, и та рухнула без чувств. Тогда Юрий понял, что от тела нужно срочно избавляться. Река от дома недалеко. Чтобы труп как можно дольше покоился в воде, рассказал мужчина. Он прицепил к нему груз. Металла во дворе дома хватало. Семья занималась продажей железа. Опознала женщину ее родная сестра. Татьяна Калечина говорит, что, скорее всего, убийца еще была насильником. На ней только не было нижнего белья, ни плавок, ни без галтера, ни брюк. И была она, что босиком, что вот это вот. Если даже пошли слухи вот такие вот, что там, да, действительно, у меня есть подозрение, что она изнасилована, но результата еще нет. Версия изнасилования своего подтверждения в уголовном деле не нашла. А вот в убийстве Юрий сразу признался. На следственном эксперименте показал, как он расправился с матерью. Правда, спустя четыре месяца вдруг заявил, что ни в чем не виноват. В рамках суда уже, после совершения расследования, Бородин поменял свою позицию и в суде говорил, что данное преступление он не совершал и что просто решил взять вину на себя. Правда, пояснить, чью вину он взял на себя, Бородин так и не смог. Суд постановил признать Юрия виновным в убийстве. В ближайшие 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. И вряд ли родственники будут писать ему письма. Массовое отравление алкоголем в Шербакульском районе Омской области. Четверо человек скончались, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии. Вместо спирта покупателям продавали жидкость для розжига. Подробности расскажет Денис Ионос. Самодельный цех по производству спирта супружеская пара организовала у себя дома. Подозреваемый рассказывает оперативникам, что 15 января его жена купила 10 бутылок средства для розжига. По версии следствия, они разбавляли его водой и продавали. Бутлегеры своим клиентам говорили, что это спирт. Первой клиенткой стала соседка. В три, наверное, в четвертом, где-то так, наверное. Пришла Кузьменка кто? Вали. Так кто такая? Ну, где живет соседка. Тела двух женщин и мужчины обнаружили 17 января. Позже поступило сообщение о еще одной смерти. Пострадавшие и подозреваемые жили в одном селе и работали в одном производственном кооперативе. Слухи о массовом отравлении быстро разлетелись по селу. Еще до обысков подозреваемые уничтожили большую часть самодельной травы. По-видимому, они пошли на это преступление, потому что не хватало денег на жизнь. И таким легким путем решили заработать. Продавали они 0,5 литров спиртосодержащей жидкости по 50 рублей. В то время как бутылка самогона в деревне стоит 60-70 рублей. И местные жители, экономя деньги, рисковали своим здоровьем. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дилера так называемых дизайнерских наркотиков взяли с поличным. 23-летний Амич попался при очередной попытке спрятать в тайник пакетики с опасными психоактивными веществами. При личном досмотре сотрудники УФСКН изъяли у него 20 граммов соли. Обследовав жилье, нашли еще 220 граммов синтетики, а также электронные весы, мобильный телефон и ноутбук. По версии следствия, через интернет молодой человек связывался со своими подельниками и покупателями. В городе Омске в ходе осмотров нескольких участков местности сотрудниками управления наркоконтроля по Омской области с участием кинолога со служебной собакой по улицам Индустриальная и Сенной Тупик обнаружены закладки с запрещенными веществами, которые успел сделать подозреваемый. В результате из незаконного оборота изъято еще около 15 граммов синтетического вещества МДПВ. Возбуждено уголовное дело. Молодой наркоделец может на 20 лет лишиться свободы. Ленинский район Исутомска вынес приговор бывшему сотруднику полиции. После того, как в мае прошлого года мужчина расстрелял пенсионера на глазах у ребенка, он был уволен из органов. Свидетелями разборок стали десятки омечей, в том числе и дети. Свою вину кинолог так и не признал. Говорил, что защищался от буйного пожилого человека. Кому поверил суд? Наша рубрика «Детектор». ЧП произошло в последний день мая, здесь, на Сибирском проспекте. А Витис Аякисян гулял по площадке со своей внучкой. Рядом на качелях сидел мальчик. А Витис попросил его уступить место девочке. Мальчик ушел, но вскоре подъехал его отец. Таким тоном, не здравствуй, не привет, спросили, что я. Вигнали из качели ребенка. Но я ему объяснил, что я попросил не выглядел. Ну, пойдем поговорить. Разговор вышел коротким. Как доказали следователи, оперативник в штатском достал травматический пистолет и три раза выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся. Очевидцами стали жильцы дома, во дворе которого произошли разборки. Пока его на дорогу не вызвал, не вытянул, а потом начал, его прямо с ног начал и в лицо. Еще бы немножко, и все, это смерть была бы. Стрелял уже бывший полицейский, в том числе и в лицо пенсионера. А Витису было сделано несколько операций. Эксперты постановили, был причинен тяжкий вред здоровью. На лице пожилого мужчины навсегда остался след в память о событиях того дня. Половина носа была фактически снесена выстрелом. В ходе следствия полицейский не признавал свою вину в совершенном преступлении. Он настаивал на том, что действовал в состоянии необходимой обороны. Ягоды пенсионер вел себя агрессивно, пытался его ударить, и он был вынужден защищать свою жизнь. Доказательства собраны в полном объеме и установлены, что факта необходимого обороны не имелось. И действительно, нестрельные ранения, которые были им причинены, они были причинены умышленно. Сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, именно умышленное причинение нетяжкого вреда здоровью, вырезавшись в обезображение лица. У подсудимого своя версия произошедшего. Мужчина считает, что пенсионер сам спровоцировал его. Пожилой мужчина попробовал защититься пластиковой трубой. У вас есть навыки приема борьбы, боевого искусства, что вы взяли пластиковую трубу против пистолета? Я этот момент не считаю. Я бордей, самбист или кто-то, боксер. Я хотел остановить ваши беспредели. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы. Накосуд решил иначе. Бывшего полицейского приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком – полтора года. Стало известно, кто пытался разбить машину депутата Законодательного собрания Омской области Михаила Каракоза. Хулиганом оказался безработный из Исселькуля. Как он рассказал сотрудникам полиции, случайно оказался у здания «Единой России», перелез через забор, взял урну, ударил ею по машине депутата. Напомню, как мы уже сообщали, задержали вандала-охранники. Сам Михаил Каракоз пояснил, что этот инцидент не является политической провокацией, а всего лишь пьяная выходка хулигана. Сейчас проводится доследственная проверка, по ее результатам и будет принято процессуальное решение. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова